Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы начинаем новый цикл уроков. Мы начинаем новый цикл уроков. Я долго думал, что же мы будем изучать на новом цикле. И долго я думал, потому что сейчас время такое перед Рошашана. И очень важно, вот этот месяц как раз он нам нужен для того, чтобы сделать Илуль, чтобы сделать Хижбон-Эфиш, для того, чтобы понять себя и понять, где вообще человек идет по пути Всевышнего, где он сбился, где он ошибается и так далее. И как раз вот этот месяц для обдумывания. Для обдумывания у нас как раз закончилось 100 уроков по теме злоязычия. Могу так сказать, что очень тяжело удерживаться именно в злоязычии. Почему? Потому что, когда ты делаешь какие-то детальные вещи, хочешь делать, а глобально фундамент нарушен, то детальные вещи очень тяжело в них выстоять. Например, когда в общем человек, например, не контролирует себя, то ему контролировать именно речь злоязычия очень тяжело. Если человек, в общем, он не боится согрешить, то ему согрешить злоязычие тоже не очень страшно. То есть злоязычие – это принципиально важная вещь, которая очень сильно выражает сущность человека, она выражает его внутренний мир, она выражает его состояние на сегодняшний день в отношениях со Всевышним. И когда хочется исправить злоязычие, а оно не исправляется, то тогда нужно заглянуть в корень и посмотреть, где там в корне есть сбои. И вот я начал думать, где же у нас, что есть такое корневое, да, корневое. И я вспомнил, что есть в Хабаде, у них есть такое прямо постановление, что надо обязательно каждый день учить Хумаш с Раши. Хумаш – это пятикнижие с Раши, с комментарием Раши – это самые классические комментарии. Учить Тейлим, Псалмы. Псалмы царя Давида – это тоже классическая книга абсолютно, в которой 150 псалмов, и говорят, что эта книга, она тоже полностью перекликается как бы со всем пятикнижим. То есть это письменная Тора. В псалмах есть практически вся Тора и все молитвы, потому что молитвы построены именно на базе псалмов. Царь Давид, он как раз составил эту книгу. Большинство псалмов написано им. Некоторые псалмы он взял еще, есть там псалмы первого человека, Адам Решона, есть псалмы Машера Бейну, который говорил и так далее. Значит, псалмы. И третья там книга – Тания. Тания – это книга о том, о внутренней работе, о все вопросы, которые возникают у человека, который хочет приблизиться к Всевышнему, хочет работать над собой, хочет убрать свое злое начало, победить. Убрать его невозможно, можно победить в какой-то войне с ним. То как раз вот Таня рассказывает обо всем этом. Я для себя подумал, что я буду как раз с утра изучать вот эти вот хитос, а потом я буду давать какие-то никудот, потому что у нас всего 20 минут, какие-то главные идеи, которые вот я для себя взял. И у нас будет ссылочка. Кто захочет изучать углубленно, это очень есть книга на русском языке. Там есть полностью на русском языке именно кусочек на сегодняшний день. Все разбито именно по дням недели. За шесть дней проходится вся недельная глава. Там есть дополнительно очень много еще. Например, там есть, можно изучать законы Рамбам, которые сформулировал Рамбам тысячу лет назад в труде Мишна Тора. Он сформулировал всю Тору, повторение всей Торы, только он вывел из Торы все законы. И маймонит его называют в традиции, в такой нееврейской, Рамбам это сокращение в еврейской традиции. И там есть в этой книге на русском языке тоже перевод законов. Поэтому тот, кто хочет углубленно потом пройти, есть как раз на русском языке полностью, можно скачивать, есть ссылочка на неделю. И, значит, спокойненько читать, распечатывать, читать, повторять, углубляться. То есть есть чем заниматься. Попробуем так. Итак, сегодня первый урок. Как раз сегодня мы начали недельную главу «Киты цели Милхома. Когда выйдешь на войну». Это уже мы сейчас находимся в завершении годичного цикла изучения Торы. И сейчас мы читаем пятая книга Торы. Она называется «Дворим. Слова». Это Машер Абейну перед смертью. Он, значит, повторил всю Тору, повторил еще раз все свои напутствия, сказал, что будет дальше, и умер. Это книга «Дворим». Последняя книга. Теперь, значит, мы находимся в середине где-то этой книги. И глава «Киты цели. Когда выйдешь ты на войну». Я не буду сейчас рассказывать всю главу, и не буду рассказывать даже часть из главы. Расскажу главные идеи, которые я для себя вынес, а вы потом сможете прочитать спокойненько эту главу, и вам будет и понятно, и интересно. Значит, глава начинается с того, что когда ты выйдешь на войну, «Титы цели Милхама Аляйвеха». На врагов своих. И, значит, и увидишь ты там женщину, которая красивая видом, и ты можешь ее взять в жены. «Но», говорит Тора, «но». И Всевышний обуславливает взятие этой женщины в жены, которая, она и дала поклонница, она не еврейка, она из народа врагов. Тут еще очень важная вещь, когда выйдешь на войну на врагов. То есть она из народа врагов, которые хотели напасть на тебя. Можно было идти на войну только на тех, которые хотели до этого на тебя напасть. И это была война, на которую разрешено было выходить. И вот она, ты увидел красивую женщину из народа врагов, и дала поклонница, которая вообще там даже она замужем могла быть. И, значит, говорит Всевышний, значит, ты можешь ее взять в жены, потому что если я тебе скажу «нельзя», так ты все равно нарушишь. То есть ты скажешь «не, не могу сдержаться, война, там все, может мне завтра умирать». То есть там ей церара очень усиливается. И, значит, но и идет там месяц подготовки. Заведи ее в дом, пусть она в этом доме снимет свое красивое платье, ходит в таком мешковине, пусть она повреет волосы наголо и отрастит длинные ногти, которые, ну, такие в то время же было очень, не было гидиены такой, как сейчас. И вот она с этими длинными грязными ногтями, лысая, сидит в доме и плачет. И, значит, и через месяц, если ты захочешь на ней жениться, тогда женись. Тогда ты уже поймешь, что ты реально хочешь на ней жениться. Но потом уже все, она уже после этого, она должна принять дьюр, то есть она должна поверить во Всевышнего и все соблюдать. Тогда тебе Тора Всевышний разрешил. Значит, понятное дело, что здесь идет метафора на войну со злым началом. У каждого человека есть злое начало. И это злое начало, оно проявляется прежде всего, злое начало – это инстинктивное начало. Прежде всего оно проявляется в вожделениях, в вожделениях этого мира. Значит, вожделение – это женщины, это там еда, это вожделение этого мира, оно человека, человека тянет, да, тянет оно. И когда ты выйдешь на войну, говорится, на войну с вот этим ецарара, который у тебя внутри, с вожделением, со своим вожделением. И здесь очень важная фраза, вот заметил как раз Любовь и Сирабы в своем комментарии, почему написано, говорит, аляйвеха, на врага. Почему не написано, когда ты выйдешь на войну с врагом или против врага, да, почему написано на войну на врага. Он говорит, когда ты выходишь на войну с твердым решением победить, то ты уже победил. То есть ты уже победил, то есть ты уже, у тебя нету задней, то есть ты, аляйвеха, ты должен воевать с ецарара, со своим, со злым началом, с однозначным решением победить. Это вот он такой дает нам совет и комментарии теперь значит вот это была идея которую я для себя взял дальше идет там очень интересно раз следующий отрывок идет если будет у человека две жены одна любимая вторая нелюбимая то ты не можешь сына от любимой поставить перед сыном от нелюбимой если тот старший то есть идет намек что ты подумаешь что дальше будет ты возьмешь себе эту пленницу а что дальше это будет кстати царь давид он взял вот так вот на войнах себе взял 18 у него всего было жен и у царя давида потом были очень большие проблемы с детьми то есть он понимал эту он не искал легких путей царь давид он как бы шел всегда по грани то есть он вся жизнь ему было испытание и он когда шел на войну он делал много войн таких вот именно выходил на врагов и он очень сильно расширил тогда израиль потому что он говорит как вы на нас хотите напасть и он нападал первым значит расширял и он брал себе тяжел и одна из его жен она была из дочка царя гашур какой-то был государство рядом гашур называлась и значит потом он на ней женился у него родилась родилась у него два сына два сына один сын старший он сейчас как же был а родилась там у него сын дочка сын дочка еще там помог кто-то был от этого брака и значит вот этот сын от этого брака убил другого его сына от другого брака и убежал к своему дедушке в этот гашур а в шалом его звали царь давид его потом простил и вернул обратно так этот а в шалом через несколько лет что он сделал он напал потом собрал народ и напал на царя давида устроил с ним войну хотел его убить и ну там царь давид а царь давид представляете на него восстает родной сын поднимает там против него восстание он выходит из он выходит из иерусалима у него тоже с его 400 близких спецназ такой военачальники его и они говорят давай все мы должны воевать а ему как воевать против сына и он значит все равно говорит ладно уже будем воевать но говорит не убивайте только его и в итоге его военачальники побеждают и убивают этого сына и царь давид сидит рыдает вот все сыном убили этот военачальник и of он ему говорит ты говорит как мы если бы он победил он бы всех нас убил он бы не задумался тюрьмы победили мы значит спасли твою жизнь и спасли свои жизни а ты вместо того чтобы выйти к народу и сказать всем спасибо ты ты плачешь и он царь говорит если ты сейчас не выйдешь народу то я тебя убью так так я помню что это было написано или он может не сказал я тебя убью но он как-то очень с ним поговорил так на эту тему и царь давид вышел к народу но он не смог он говорить я помню и он силы ну как бы он вышел но не не мог радоваться все равно вот такая у него была последствия от женщины который он взял на войне теперь значит дальше идет третий отрывочек в сегодняшнем вот недельная глава первом не когда читали третий отрывок идет если будет у человека сын обжора и пьяница который ворует деньги у родителей покупает на них вино и мясо то родители должны его убить вот такая вот прям в торе написано прям конкретно в торе написано раши прямо там же пишет такого никогда не было чтобы родители своего сына сдали и чтобы суд приговорил его к смертной казни а зачем тогда написано в торе это то есть в торе нет ни одной лишней буквы это всевышний через машера бена через пророка дал тору и там есть вот это вот глава прям отдельно что если будет у человека сын такой обжора и пьяница воруют у родителей зачем написано потому чтобы показать последствия что вся эта жизнь это причина следствия причина следствия причина следствия он проиграл войне с я царара у него он взял эту жену с собой которая была и дала поклонница у него родился сын такой потом этот сын он начинает с этого и всевышний говорит если он с этого начал этот сын если он обжора пьяница ворует у родителей ему 12 лет то тогда его надо убить почему потому что последствия будут еще хуже если его сейчас не убить то он тогда всех поубивает такого не было но это мы учим и мы понимаем как работает мир это вот именно для этого дана это этот отрывок торе теперь значит там есть очень много еще интересного полезного захотите есть ссылочка прочитаете с комментариями раше все на русском языке все есть теперь дальше там идет отрывок дальше идет отрывок из книги тани значит книга тани это не от слова тани и гатани это от слова учили тани это значит учили и собрал первые любая чести рэбы он собрал из всей торы все что связано с работой над душой своей над собой над вот этим внутренним миром как это все работает и сегодня был такой отрывочек как на чека нападает второй враг я царара нападает на чека или через внешние вожделения или значит пишет он такую интересную вещь что начиная только начало прочту и потом мы чуть на эту тему поговорим начинается так сегодняшний отрывок поэтому человеку следует радоваться и ликовать всегда даже в самое трудное для него время и черпать жизненные силы вере во всевышнего который постоянно поддерживает в нем жизнь и одаряет его своей милостью а тот в сердце которого поселилась печаль и кто светует на судьбу считая что она не сложилась что жизнь его полна горести и что ему постоянно чего-то не хватает близок к ереси ересь это когда отрицание всевышнего упаси нас от этого бог ибо отрицает тем самым что всевышний присутствует в каждой точке мироздания ведь там где прибывает творец нет места для скорби дальше в сегодняшнем отрывке он объясняет что в самое вот для тех кто изучают тайны туры для них был явный критерий такой веры то есть если человек он грустит если человек он считает что мы всевышний не додал или не до всевышний люди жизнь ситуация и так далее то это отсутствие веры он не может двигаться дальше потому что основа веры это понимание что все выше все от всевышнего вот все все абсолютно все от всевышнего все что человеку приходит это всевышний ему дает и для его добра поэтому даже если события кажутся человеку самыми для него негативными если он верит что всевышний это сделал ему и для его добра и он в это верит искренне и он радуется то она интересно вот это то что я сегодня заметил это просто такая знаете но очень мысль невероятно мощная сильная глубокая что если человек видит познает всевышнего во всем что с ним происходит и понимает что это всевышний ему делает для его добра для его обучения для его исправления для его роста для его счастья для его каких-то ну то есть вышли же он он по-любому хочет чтобы было добро каждому человеку то в этот момент за счет его веры она переворачивается на хорошие то есть если он видит в этом хорошая она переворачивается на хорошие причем это происходит абсолютно таким ну с точки зрения мира волшебным невероятным образом но она реально вот так вот оп то есть думаю хорошо и будет хорошо и дальше последнее идет псалмы которая как-то вот в сегодняшнем дне объединилась вот это вот как бы все одно этой идеи псалом сегодня тридцать девятый псалом который царь давид написал когда ему было вообще просто ужасно плохо он болел на него нападали враги то есть у него были дети и страдания и он начинает этот псалом словами такими сказал я пути свои я буду охранять чтобы не грешить языком своим мы как раз закончили лошонара и как раз это очень перекликается злоязычие что главные грехи которые человек делает то делаете языком сказал я пути свои я буду охранять чтобы не грешить языком своим обуздаю уста мои доколе злодей передо мною я сделался немым безмолвным молчал я и о хорошем и боль моя прекратилась горячо сердце моё во мне в словах моих горит огонь когда я говорю языком своим сообщи мне бог когда настанет конец мой каково число дней моих дабы знал я когда кончина моя вот меру дал ты мне дни век мы ничто перед тобою в общем дальше там он просто страдает но он страдает он всевышнему говорит что я понимаю что ты меня испытываешь я понимаю что это все мне пришло для моего исправления для моего для моего роста там и так далее я все это понимаю просто уже сил нет терпеть он говорит но я тебе все равно спасибо но царь давид реально у него вся жизнь была знаете как есть люди есть такие вот например там йоди они на гвозди сложатся там они что-то собой себя истязают все они хотят с помощью сверх вот этих вот нагрузок на тело чтобы их тело но им там что-то дало какие-то сверхспособности теперь спортсмены которые профессионалы они пашут до до смерти до чтобы тело дало им какие-то сверхспособности те люди царь давид он был такой духовный воин да то есть он хотел служить всевышнему и он даже просил испытания то есть есть очень известная история как он спросил у бога говорит почему мы молитве говорим бог авраама бог исхака бог якова и не говорим бог давида почему то есть я же всю жизнь стремился только быть с тобою ему был говорит потому что их я испытывал а тебя нет и он тогда попросил испытания и лучше бы он не просил потому что как раз я читал недавно что он попросил испытания и там сейчас вот на этом я хочу очень такая интересная деталь он попросил испытания бы прошло его испытание оно прошло там он он в нем вообще запутался пытался выстоять все было что не сделай все плохо именно в испытания когда ты в тонкостях нюансах не понимая что тебя хочет бог и в конце приходит к нему пророк ему говорит я расскажу историю царь давид не просто история у меня к тебе пророчество пророк натан к нему пришел рассказывает ему историю я вот недавно всего я там пару недель назад узнал один нюанс я про это много раз рассказывал но там один нюанс который просто очень сильно меня поразил удивил значит он рассказывает ему пророк натан историю что было у одного богатого человека было много овец у бедного была одна овечка и этот бедный эту овечку любил воспитывал ее там она у него прям дома жила у богатого были стада целый и к богатому пришел гость он чтобы этого гостя встретить украл овечку у бедного забрал и значит сделал заповедь гостеприимства что делать с ним говорит пророк натан царь давид говорит по торе говорит написано в торе наказание ему четыре значит когда человек украл у другого овцу и ее убил и зажарил как использовал ее в четыре раза да да за нее а значит но я своей царской властью я говорю что убить такого надо и тут пророк натан ему говорит это ты и царь давид говорит как это я он говорит вот так вот говорит это ты это сейчас была метафора той истории которая была у тебя сейчас вот это все твое испытание там была история очень сложная с ботшевой ты сейчас себя судил я знал что царь давид из-за этого да то есть он как себя судил он сказал что такого убить надо у него он сам чуть не умер он сразу начал делать шву но у него я знал что умер у него первый ребенок который как раз от ботшевы она была беременна и ребенок родился умер это я знал но я не знал что после этого царя давида умерло всего четверо детей то есть когда он сказал в четыре раза отдаст за это и потом еще он сам присудил что отдаст смертную казнь то получилось что у царя давида было в следующие годы у него погибло четверо детей то есть настолько настолько вот эти все суды они настолько связаны с тем что человек говорит думает делает и в принципе всевышнего никого не судит он просто дает каждому возврат на то что человек сам делает и к человеку возвращается его его поступки его слова его мысли и возвращается разными разными путями свеж не ждет все время что человек сделает шву раскается поймет и так далее поэтому поэтому сейчас вот самое время месяц и лулю не дожидаясь неприятностей или если у кого-то уже есть неприятности я думаю что у каждого человека в жизни есть неприятности пробудиться не ждать не ждать никаких больших неприятностей а понять что все в жизни проходит от всевышнего и принять это с радостью и поблагодарить всевышнего за советы намеки и за за контакт до что ты не забыл говорят что если у человека нет неприятностей ему не снятся сны то эта проблема что всевышний на него уже махнул рукой сказал ладно же все с этим значит уже разговора нету пусть наживает себе свое и все значит и от радости от того что всевышний дает нам какие-то знати чтобы все эти знати перевернулись в хорошее есть у нас еще время актива выходим от вас чтобы всех была хорошая запись и хорошая печать в блин наступающем году чтобы мы своими устами вот именно себе создали себе и другим только хорошие позитивные пожелания и получили хороший год значит там и да та мера которой человек меряет меряет ему с неба поэтому очень рекомендуется в этом месяце хотя бы дорожа жена выдержать всех судить лекарствуют с хорошей только стороны и тогда мы все достоинства на суде все удачи успехов всем хорошего дня где-ва выходим от ва